Привет ищи! Мы находимся с тобой в симуляторе Вора. Мы вернулись сюда, у-ля-ля. Но всё не так-то просто. Дело в том, что мы находимся в VR-симуляторе Вора. Кстати, прикольный GPS-трекер у меня. Так глючный. Перед началом наших коварных дел с тебя лайкос и, конечно же, подписочка, если ты ещё не подписан. Иди ко мне. Ко мне иди. Ко мне говорю, иди, моя волшебная палочка. А, чёрт, педерик, долбанный пейджер. Ай, мама, смотри, как умыл. Уи! Все ложатся спать. Нужно рано всем вставать. А мне пофиг, я сто... Что-ли, бог, вырубите уже этого мужиканта. Одинец их ночи, я-мая. Неблагодарная публика. Я им тут, понимаешь, бесплатный концерт закатил. А они ругаются. О, рюкзачок. А, так это ж мой получается, да? Пустой. Ну да, точно мой. Шо, хозяин не признал? Тихо, тихо, мой маленький. Не гавкай. Накормлю я тебя скоро. Тыкну в небо и пойду сюда. А, это не так работает. Сейчас, погоди. Вот эту штуку надо. Поттер Гарри отдыхает. Трансгрессирую где хочу. Кстати, насчёт моей волшебной палочки. Она у меня сделана из... Блин, заклинание на отпирание дверей забыл. Ну ладно. Короче, моя железная палочка... Как там говорилось-то? А, моя железная палочка... Не, не так. Сердцевина жел... Да блин. Сердцевина моей волшебной палочки сделана из драконьих зубов. А, вот точно. Сердцевина моей железной палочки сделана из железнобетонных рельс. Чё, блин? Чё я не... Ладно. Мы же с тобой здесь не про это... Мы же вор... Фу, блин. Нельзя плохо говорить. Мы же на дело идём. Возьми фонарик. Окай. Отлично. У нас теперь есть шикарный, шикарный, шикарный фонарик. Как-то, хозяйка, крючка пошёл в магазин. Но его поймали, схватили за уши и потащили к костру. Но, заяць был-то непростой. Заяць был оборотнем. И как преобразился, и как накинулся на своего обидчика. Раскромсал и убежал в лес. Вон туда. Короче, я выяснил. Моя бушка это магнит для фонарика. Но, зато руки свободны. Мы приблизились к нашей первой цели. Сейчас, я зубы почешу. Ага, а то во рту пересохло. Так, короче. Нужно разведать обстановку, посмотреть, нет ли никого дома. Дома никого нет. На кровати никого нет. Всё, это ничего мне не дало. А вот лом... Чёртов рюкзак, я лом хотел взять. А вот лом мне даст. Применяю заклинание разбивания окон. Разбей! Кто разбил окошечко? Спасибо, моя волшебная палочка. Ты моя выручалочка. Так, значит, проникаем в дом. Главное не причемить пальцы. Очень шаткое окно. При желании можно рубануть чью-нибудь голову. А? Чё, кто-то дома, что ли, есть? Информатор меня кинул! Чёрт возьми! Я уже подливу на травушку пустил. Чё делать-то? Эй, Мася! А я тоже здесь! Ха-ха-ха! Эшелуна, ну обратно давай! Как я без тебя. О, молодец. А, шайтанский пейджер. Ээээ, good job! Time to redistribute a little wealth. Давай проверим эту комнату, нет ли там никого. Ага, пусто. Ну чё, пойдём тогда к шкафчику. Я помню, по оригинальной игре там были бабки. Надо их свиснуть. Смотри, мы теперь можем ковыряться в белье. Очешуять можно. Вот футболочки. Размер только не мой. Чёрт, эти тоже не подошли. А чё по кроссовкам? Ну-ка, кроссовочки. Потом пропахли вонючие, говнистые. Выкинем их джинсики. Джинсики по размеру, интересно, подойдут мне? О, по размерчику. Отлично. Это мы убираем в рюкзак. Наконец-то в тебе что-нибудь будет. Ты джинсы не хочешь хавать? Какой привередливый рюкзак. А кроссовочки хочешь, не? На, попробуй. Чёртов рюкзак, ты чё-нибудь себе будешь поглощать или нет? Пусто. Да что ж такое? Чё здесь за бомжар живёт? Где бабки? Бабки хочу. Сосочечки, птичочечки. Денюжки, денюжки нашёл. Да неужели? Давай посмотрим. Пересчитаем сейчас, сколько у нас тут. Пятнадцать баксов? Серьёзно? Я думал там больше. Ну-ка, рюкзак, а бабки ты примешь? Э! Э! А бабки-то где? Ты чё их реально схомячил? Слышь, дурень! Бабки выплюнь! Смотри, а чё это за горшок такой неприметный? Пойдём посмотрим. Может там внутри что-нибудь есть? Ну-ка. Не вытряхается. А если пальчиком? Вроде чисто. Ничего не нашёл. Ммм, кухонька. Здесь-то есть чем поживиться. Как насчёт пометать тарелочки? О-о-о-о! Ай-яй-яй, как по кайфу! Бей чужую посуду, ваш пей по кайфу! Сейчас мы с тобой здесь реальное место ограбления устроим. Хазаин придёт как ахнет! Принясть! Моя принясть! Денюшки! Пятнадцать долларов, наверное, опять. Даже пересчитывать не буду. С этой комнатой у нас всё, но осталось только заглянуть под кровать. Всегда было любопытно, что там... Кроме пыли здесь ничего нет. Идём в следующую комнату. Но только тихо. Надо фонарик снять. Вдруг там кто-нибудь есть? Или там окна на улице выходят и нас запалят? Вот. Открываем тихонечко двери. Господи, как скрипят двери. Всё чисто. Можно заходить. Скомородочка! Помнится, тебя можно было остырить. Угу. Десять экспы получим. Чёрт подери! И я же забыл там про чайник и кастрюлю. Вот она моя красоточка. Тебя я тоже заберу. Тут по большому счёту-то красть больше нечего. И вон чайничек ещё возьмём. Вернулись с тобой обратно на кухню. Сейчас посмотрим, что мы тут можем остырить. Контейнер бесполезный. Дощечечка для резки хлеба бесполезна. Ну, в принципе, и не только хлеба. А вот пятнадцать баксиков мы заберём. А то чё это они на кухонном столе просто лежат без дел. Тостер тоже свистнет. Да что ты будешь делать? Коленки подкашиваются. Усё! Последний предмет это сковородка. Чтобы я мог пожарить себе яичницу дома. А то у меня нет. Духовочка не открывается. Жалко. Давай посмотрим, что мы с тобой натырили. Кастрюлечка, чайничек, тостер и сковородочка. Не густо, но для первой вылазки в Виаре пойдёт. Перед уходом решил полностью разгромить квартиру. Ну всё, все дела завершены. Пора валить. Выходим через парадную дверь. А, блин, дверь закрыта. Тогда через окно. Но не через это. Вылезем через другое. Чё ж в этом доме всё скрипит? Окна скрипят. Двери скрипят. Как дом-призрак, ё-моё. Всё, мы выбрались на улицу. 110-й дом, я тебя запомнил. Ну что, я поздравляю тебя и себя с удачной вылазкой. Осталось только просто выйти и дойти до мащи. Чёрт, ты как? Да ну нафиг. Ты чё, бухой что ли? Он в забор въехал или чё? Незаконно проникнуть. Чёрт, нас палили. Нас палили. Капец, капец, чё делать, чё делать? Надо через задний двор. Блин, а в оригинальной игре там же не было этого чувака. И мы вроде выходили и спокойно шли к машине. Чёрт возьми, чё-то я запутался. Какого лишь... Это я возвращаюсь обратно. Чё здесь забыл вообще? Твою ж налево, копы! Вызвали копов. Меня спал... Это ты? Ах ты засранец, я тебя запомнил. Я к тебе вернусь, в твой дом. Убежал самое начало, где мы с тобой ломик взяли. Я тут спрятался за коробочкой. Вроде нас не палят. Господи, как я так умудрился запалиться? Это просто капец. Две звезды. Опа! Опа! Вон он бежит. Куда ты побежишь, а, негодяй? Всё? Всё, что ли? Так просто? Меня обычно всегда находили. Даже когда я в мусорных баках прятался. А тут за коробочкой. Точнее, за ящичком. И нифига. Вот это лофа. Короче, выход здесь один. Через центральную дверь. Я не знаю, может быть, этот водил обухой и уснул? Ай-яй-яй! Он караулил этот дом. Я-то думал, они уж свалили. Короче, я перезапустил игру. И теперь здесь никого нету. У-у-у-у! Можно спокойно выбегать. Сейчас мы за собой всё аккуратненько закроем. Всё. Ничего не было. Фух. Я здесь просто проходил. Я гулял. В 12 часов ночи. Нормальные люди спят. А я вот гуляю. Один. Лысый. В кожаной курточке. И в перчаточках. О, смотри, я не один такой. Вон там чувиха гулять пошла. Так что всё нормально. Вот она. Вот она моя ласточка. Что там за коробка лежит? Господи, как я по тебе скучал. Мой маленький дроздулетик. Чё? Полезли? Господи. Какие у неё всё-таки огромные двери. Слушай, а чё я тут могу делать? О, ручка! Открывание окон. И я её могу крутить и открывать окна. Обалдеть. Ладно, залазим в тачку. Ёшки-матрёшки, как хлопают двери. Рулится нормально. Предлагаю воткнуть передачу. И... А, да. Надо тачку завести же. Тут у нас плафон. Прикинь, есть его можно включить. Зеркало подправить как тебе угодно. Офигеть. Вот это детализация. Вот это я понимаю, VR-игра. Всё можно потрогать, пощупать, ткнуть. Или отодвинуть. Ладно, давай уже заведём наш драндулет. Радио. Можно его переключить? Так, подожди. Это у нас обогрев. Я кручу. А вот это ручка радио. Дайте нам нормальное радио. Музяку крутую. Воткните нам. Усо, короче. Под это поедем. Втыкаем заднюю. Как насчёт ног? Как мне на газ нажать? А, всё на руках, да? Ладно. Снимаем тачку с ручника. И, в принципе, уже можно газовать. Чё, я вроде готов. Чувствую себя, как первый раз за рулём. Чё, погнали? Ох, ёшки. Вот это управление. Так, теперь вперёд. Дэв рубаем. Вот это мощь. Прям шлифанули. Так, разворачиваемся. Управление здесь, конечно, просто бомбезное. Но к нему нужно привыкать. Усо, поехали. Едем домой. Сейчас будем кутить. Ю-ху. Ай, тормоз, тормоз. Эй, твою налево. Ладно, не беда. Подумаешь, чуть-чуть крыло помял. Едем дальше. Кажется, он туда свернул. Кто мне вообще права выдавал? Ну вот есть ещё там асфальтированная дорога. Нет, не нужно по явам, по куветам гонять. Вот, всё, по асфальту еду. Фух. Е-е-е, я крутой. Я на тачке. Всё, приехали. Субтитры сделал DimaTorzok